...выставка совместная с Мартином Агаретином, тоже фонда Смирновой и Сорокина, которая соединяла украинских художников с художниками, с которыми работает фонд. И, собственно, такой очень был интересный тоже... ...выставка, что после нас будет, и как художники смотрят на вот этот фонд. У нас появился еще один наш нищий партнер, и мы, как бы, любим открывать с переданными проектами в новое пространство, и Сенаро-центр, который открылся несколько месяцев назад в Екатеринбурге. У нас было два замечательных проекта. Это проект «Тюнара Гаро» и, боже мой, извините... Александр Генцис. Да, конечно, Александр Генцис. Как проект, посвященный силу, и вот я, собственно, на него смотрю. И эти фотографии... Ну, собственно, это была такая, знаете, тоже... Привет из московской такой постиндустриальной ситуации на Урал, и большое исследование художникового завода ЗИЛ. Очень такое драматичное, очень такое сложное. И, ну, эти две выставки стали выставками открытия тоже программы в источнице Наро-центра. Ну, и, как бы, наша особая гордость, что в этом году у нас получилась настолько полноценная программа сотрудничества с Ельцин-центром. Два совершенно потрясающих проекта. Группа АЕС плюс ЭФ и большая исследовательская выставка Фёдора Звукова, Александра Сорина и большой команды исследователей «Урал-мари. Смерти нет» на двух этажах галереи Ельцин-центра. Очень многие гости первых месяцев в Ленинале особенно отмечали Урал-мари как такое переживание, которое не оставило никого совершенно равнодушными. И я всех вызываю на сайт этого проекта, потому что, действительно, это исследование, которое стоит видеть, как-то прожить и к нему прячиться. Дальше. И суперэкспериментальная штука, но интересная для нас, как мы и говорили, Галере, она уже вышла далеко за пределы Урала и даже дошла в дату. И это тоже ещё наш совместный проект с компанией «Растех». Я принимала участие в создании концепции такого музея станка кластера «Октава». И в этом кластере, собственно, заложена базовая идея про эксперимент за звуком, потому что «Октава» — это потрясающие выкачатые микрофоны, которые создавались, ну, и создавались до сих пор на Водземином заводе. В них Гагарин включал, поехали. И у нас, мы подумаем, что у нас есть свой Александр Гагарин. В общем, это свой Гагарин, но Александр, который тоже, которому стало интересно поехать на этот завод, на эту музыкальную резиденцию. Собственно, он записал специальный символ для Веленали. И вот его можно услышать по отключению Веленали. И сейчас в специальной такой звукобудке в зоне архива Веленали на втором этаже. Исследовательский проект. Исследовательский проект — это тоже такая традиция Веленали. На какое бы мы пространство ни приходили, нам очень важно это пространство как бы по-новому проявить для города. Прежде всего, мы всегда работали с... Так уж нам не знали, как и уникальный памятник деструктивизма, мы работали с архитектурной спецификой, опять-таки с людьми, делая большие исследовательские проекты. И в этот раз, когда мы начали, когда мы пришли на... Увидели первый раз здание Уральского оптико-экономического завода, то, ну, как бы уже продумали, ну вот, это судьба, с архитектуризмом уже разбрались, теперь пойдем разбираться с архитектурным модернизмом. Но получилось так, что, знаете, это такая была особая специфика. Я думаю, нам будет интересно поговорить с Настей Визариевой, с Ульяной Якулевой о том, как проект трансформировался, и о том, что, собственно, советским модернизмом стало в какой-то момент бессмысленно заниматься в рамках этого проекта, но зато стало невероятно важно заниматься людьми, потому что мы имеем дело с такой вот недавней историей, которая даже еще, наверное, историей не успела стать. И, как говорила Анатолий, для всех работников завода этот проект стал очень важным переживанием, и я очень надеюсь, что как раз те вот столпы, которые были интервьюированы, тоже они дойдут, и будет возможность пообщаться уже в контактной выставке с упораторами, но для нас это было бы очень важно. Можно на маршруты вернуться? Еще одна невероятная перспективная тема, которая, мне кажется, обрастает из Вейнарии, которая тоже активно развивается и по стране в целом, это такие индустриальные маршруты. Вот, знаете, когда приезжаешь, например, в Гуцу, я регулярно за него слежу, то они говорят, повод, любые артно-индустриальные маршруты, я думаю, да нет, это же, на самом деле, не то, что даже впервые, но это такая тема, которая актуальна сейчас для очень многих регионов, и маршруты, программа «Резиденции», которые настолько успешно выставили в 2017 году, они как бы уже из такого аппаратского проекта превратились в такой больше индустриальный проект, и как раз, мне кажется, потенциально невероятно привлекательный туристический, туристическое предложение Урала, такой артно-индустриальный туризм. В этом году у нас есть для Нижнего Киева «Серд» и «Полевской» как раз под поддержку Министерства инвестиций Свердловской области, и это та перспектива, которую мы собираемся проработать и на ближайший, может, блинальный год. Министерства инвестиций Свердловской области, можно было бы человек на всех хвалить, но мы бы это пропустим. Цифры. Цифры в Министерстве — это то, что всегда всех очень интересует и радует, конечно. И я хочу сказать, что действительно, знаете, эта финальная, она рекордная по очень многим показателям. Во-первых, по… ну, это колоссальный основной проект. Я хочу отдельно сказать слова, ну, в общем, сердечное такое восхищение всей команде основного проекта, которая оказалась в ситуации по 75 художников из 25 стран. Но эти 75 художников сделали многие по нескольку проекты. В итоге проект был 91. В общем, у нас 91 работа, к которому я был не поготов. И то, что все это случилось, то, что удалось все это как-то переборить вот при вот как бы организационной команде. И поэтому, конечно, Анну Клянкову Алексею Глазуреву поддержал это все в своих, как бы, четких руках. Это, ну, говорила отдельное огромное спасибо. Поэтому эти цифры, естественно, это, ну, вот такой результат, огромной работы всей команды. И то, что мы вам вот так долго рассказывали, на мой взгляд очень важно, что это именно такая комплексная картина, потому что все бы это не работало без вот этих вот как бы отдельных программ, без этого, ну, общего усилия такого невероятно сложного, невероятно важного, но и одновременно очень вдохновляющего. И, ну, цифры готов комментировать. У нас, конечно, надо, наверное, сказать то, что 115 тысяч, это, конечно, не то, что все были на заботе. Основной площадкой проекта посетило более 50 тысяч человек. Вот, ну, как бы, эта информация билетная, как я скажу, платного и бесплатного посещения. И, конечно, цифра гораздо больше, чем в прошлом году, но наша посещаемость складывается из всех, там, из специальных проектов, из людей, которые посещают как раз, там, и резиденции, и специальные проекты в Кемении, и во всех, во всех наших точках. И, ну, наверное, как бы, последнее, финальное, спасибо, я, и слайд, слайд, пожалуйста, вот. Это очень важный слайд, потому что это как раз история, которая, ну, для Пьеннале всегда... Ну, если мы попросили, то, я единственная. Да, вы знаете, как бы, ну, и слайд, он каждому году, если вот вы за нами следите, и за каталогами, например, это, ну, как бы, то, что уже не влезает, например, на разворот каталога, и для меня это, ну, как бы, очень важно, невероятно приятно, потому что это действительно... Такие вещи возможны только вот таким огромным французским усилием, поэтому огромное спасибо за то, что время состоялось, за то, что у нас состоялось так успешно, и спасибо большое за внимание.